Продолжение следует... Я помогаю вам узнать мир, а вы помогаете мне помогать узнавать вам мир. Я Таня Крацуба, Сиидбурхан. Искусство знаменитых врачей древности постигал юный Пантелеймон. Но у нас он считается святым Пантелеймоном, который покровитель медицины. Итак, юный Пантелеймон, следовавший заветам матери, решил постигать искусство врачевания. Юноша отличался умом, способностями к учению и красотой. Когда Ефросим приходил к царю во дворец, его сопровождал Пантелеймон, следовавший за своим учителем. И все удивлялись красоте и доброму разуму юноши. Царь, увидев его, спросил, откуда он, чей сын? Получив ответ, царь приказал учителю скорее и как можно лучше научить юношу всему врачебному искусству, выразив желание иметь его при себе, как достойного предстоять перед царем и служить ему. Но Пантелеймон предпочел занятию придворного врача бескорыстную помощь всем страждущим. Итак, друзья, Пантелеймон. Пантелеймон человек, который отверг служение царю и взялся служить всем подряд народу. Что он выбрал? Он выбрал не богатство, он выбрал бедную жизнь, но свободную. Заметьте, что такое служить царю? Это быть ему рабом, быть постоянно в золотой клетке. А надо ли это было юному Пантелеймону? Наверное, юношу могли прелестить прелести золотого дворца царя? Возможно, это ведь так сладко, когда все есть. Однако же уже тогда, в молодые годы, знаете, ведь умные, они тем и умны, что у них мозг вовремя срабатывает. И уже в те годы он понял, что все прелести мира, которые у нас находятся под покровительством царей, чиновников, это все золотые клетки. Попадешь туда, не вырвешься. Сколько, друзья, попадало туда оккультистов, колдуний, ведьм, предсказателей, ясновидящих? Сколько попадало? Множество. А кто вышел оттуда живым, скажите, друзья, я не знаю таких. А если кто и вышел, то выходили абсолютно больными, разбитыми. Что же касается Пантелеймона, то он был умнее. Он выбрал свободу. Бедность, но в свободе. Он мог принимать, когда хотел, кого хотел. Одному мог отказать, если он считал, что недостоин человек его помощи. Другому, наоборот, сам мог предложить свою помощь. Это мудрецы. И, знаете, не всегда нужно полностью воспринимать ту информацию, которую пишут о них. Вообще, наша природа человеческая, мы пытаемся поставить на пьедестал любого, кого нам написали в учебнике истории, философии. Вот смотрите, все наши поэты, которых мы знаем, русские поэты 19 века, 18-го, 17-го, они для нас идеалы. У них все было идеально. Любовь идеальная, жизнь семейная идеальная, вообще внутренние отношения идеальные. Ну, как посмотришь, друзья, на них какими они были. Возьмем Пушкина. А вы знаете, что Пушкин набал к Раевскому, когда Раевский, Пушкин был в ссылке, его отправили якобы в ссылку, это то, что мы знаем о нем, в Молдавию. Ссылка такая, знаете, из Питера в Молдавию. Он приехал к графу Раевскому и там жил. Это называлось ссылка. На сегодняшний день смешные такие ссылки, да? Были бы у каждого такие ссылки. Но тогда были такие. Во всяком случае, для Пушкина он был особенным человеком на самом деле. Он не был идеальным. Он был черт в табакерке. Он совершенно не был идеальным. Так вот, Пушкин явился на тот самый званный бал. Это был первый летний бал, когда девушек 14-летних, 16-летних выводили в свет. Только-только вот эти алые румяные щечки, бутоны розовые распускались. У них еще феерические понятия о жизни. У них еще, знаете, заоблачные дали мечтания о каких-то женихах. Они готовились к этому балу за несколько месяцев. Они трепыхали в своих чувствах. Сердце их билось, как голубица в грудной клетке. И вот эти юные создания пришли на бал к Раевскому. И тут влетает черт из табакерки Пушкин. На нем были кальсоны в обтяжку. Панталоны, которые тогда носили. Абсолютно в обтяжку. И абсолютно прозрачные. Как те чулочки, которые вы носите на своих ногах теперь. Телесного цвета. И панталоны его были белого цвета. Абсолютно, абсолютно прозрачные. Ах, у всех девушек этих случилось что? Случились обмороки. Их увели. Это был огромный скандал. Но ведь это морально неустойчивый тип. Он знал, что приведут девиц. Он все это знал. Конечно, все были предупреждены. Это этикет. Хозяина дома. Обязательно предупреждение. Что к чему, какой бал. Как одеваться. Знаете, и... Кто будет там? Конечно, список гостей примерно всегда оглашался. Будет тот-то и тот-то. Не хочешь, не ходи. Это уже твое дело. Но Пушкин примчался показать девицам свое хозяйство. Это как вам вообще, друзья? Нет? Вы такого Пушкина не знаете? А я знаю, друзья. Почитайте воспоминания Раевского. И вы увидите, что написано о Пушкине. Ну, это ладно о Пушкине. А вот хуже с Львом Толстым. Здесь действительно обстоят дела. Гораздо, гораздо хуже. Он был нетрадиционщиком. У него были дети. У него было 13 детей. Из них 6, кажется, умерло. И осталось 7. Потом и из этих кто-то умирал. И осталось, в конце концов, не так много детей. Несколько человек. Они все боялись. Они ненавидели. За то, что он приводил мальчика в дом. За то, что он творил совершенно жесткие вещи с ними. За то, что он унижал. Мать унижал. Девчонок своих дочерей унижал. Он заставлял прислуживать своим голубым мальчикам. Лев Толстой. Вы не знали? А войну и мир кто написал, друзья? Войну и мир. Анну Каренину. Кто написал? Вы скажете, Лев Толстой. Ну да, это то, что вам внушили. Это то, что вам дали как догму в вашей голове. Но почитайте войну и мир. Вы не сможете ее читать. Нудное, занудное произведение. Я не знаю, что там Высокого нашли на Западе. Якобы, когда писали, вот, Достоевский и Лев Толстой. Это столпы русской революционной литературы. Нет, друзья. Что Достоевский не был идеалом. Пьяница, наркоман, игрок, картежный. Проиграл последние свои штаны. В Женеве, между прочим. В казино. А у него Сонечка, дочка, лежала больная в это время. А он последние деньги проигрывал в казино. И, надо сказать, проиграл портки. Над ним просто посмеялись игроки. Он проиграл портки. Сонечка Достоевская похоронена на Женевском кладбище, пленполе. Вот они, Ваши идеалы жизни. На чем основывали Ваши понятия. Вам подтасовывали, знаете, давали корабленные карты. Вам подтасовывали понятия моральные. Так если Вы выросли на этих моральных извращенцах, то что же Вы хотите, друзья? Нет, в это можно не верить. Но возьмите, еще раз Вам говорю, Войну и Мир. Откройте и начните читать. Я призываю профессионалов, необычных людей. Вряд ли обычный человек, не совсем грамотный, может определить. Войну и Мир написала Женская Рука. Именно Женская Война и Мир. Роман был опубликован после смерти Льва Толстого через три года. Якобы жена разбиралась в каракулях его. Она писала Войну и Мир. Потом она писала Анну Каренину. А так как у нее не было собственного имени, то она выдала это за произведение Льва Толстого. Тогда они были на расхват. Потому что это был Лев Толстой. Во всяком случае, за границей. Потому что за границей Лев Толстой за два года своей смерти, когда его как раз церковь предала Анафеме за эти вот самые дела. Не за политику, а за вот этот разврат, который творился бесконечно в доме Льва Толстого. Вот за это церковь предала Анафеме. Только вам. Другое понятие подсунули под то, почему Льва Толстого церковь предала Анафеме. Вот они. Зеркало русской революции. Лев Толстой, Достоевский, Пушкин. Великие развратники века. Я Таня Крацоба, Сейдбургхан.